Удумчиво, внимательно сосредоточившись на сдать экзамен в общество знания. С собой только паспорт, ручка и маска, но если ее нет, не страшно, здесь раздадут. Горячий аппарат для поступающих в Ингушский государственный университет подходит к концу. Экзамены сегодня сдают абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья и выпускники колледжа. Для Магомеда Ильева это уже третье тестирование, а сегодня он сдаёт общество знания. Всего в Ингушский государственный университет поступило более тысячи заявлений. Среди всех факультетов вуза наибольшей популярностью пользуются химико-биологический, исторический и филологический. Но самый большой конкурс проходит на медицинском, почти 20 человек на место. В этом году ребята могли подать документы дистанционно. В основном таким способом пользуются иностранцы, которым предоставили 100 мест. Но это не единственные новшества. И самое главное изменение, которое затронуло работу приёмной комиссии, затронуло права возможностей абитуриентов, заключается в том, что фактически ушло такое понятие, как вторая волна. Если те родители, чьи дети поступали в прошлые годы, естественно знают, что первый приказ о зачислении у нас выходил для детей, имеющих особые права, это дети инвалиды. Затем выходил приказ по так называемой первой волне, это 80% набора. И затем выходил приказ, вторая волна, оставшаяся 20%. После выхода приказа о первой волне ребята успевали сориентироваться, где какие у них возможности, где-то дозаявить своё поступление на какие-то определённые факультеты и специальности. И поэтому вторая волна давала возможность ребёнку сориентироваться в выборе специальности из тех, на которые он ранее подавал заявление. В этом году, с этого года, к сожалению, этого понятия нет. Выйдет приказ о зачислении по особым правам, и затем будет общий приказ о зачислении на основные бюджетные места. Для абитуриента всего выделено 922 места, из них 711 по очной форме обучения и 211 по заочной. Так как конкурс очень большой, поступят в университет, набравший наибольшее количество баллов, включая тех, кто сдавал экзамены сегодня. Для абитуриента всего выделено 922 места, из них 711 по очной форме обучения и 211 по заочной. Так как конкурс очень большой, поступят в университет, набравший наибольшее количество баллов, включая тех, кто сдавал сегодня экзамены. К слову, не меньше самих абитуриентов переживают и их родители. Сегодня они в группе поддержки. – Какой экзамен вы берете? – Хочу обидеться. Особый интерес у всех будущих студентов и их родителей вызывает отсутствие именного списка поступающих, по которому раньше можно было отследить, кто на каком месте. Теперь же проверить эту информацию сможет лишь сам абитуриент по номеру Снилса. – Дело в том, что раньше абитуриенты видели себя на сайте университета и других вузов. То есть каждый ребенок мог видеть не только себя, но и другого абитуриента. И, к примеру, мог отследить ситуацию, видя, что некий ребенок поступил, ну, условно, Иванов, поступил, сдал документы на три специальности, и если он проходит на одну из этих специальностей, проходит на ту, которая более престижна, ребенок понимал, что на двух тех специальностях уже этого абитуриента не будет, и значит, его шансы уже там увеличиваются. С этого года по фамильной списке упразднены, и на сайте можно увидеть только номер Снилса. Естественно, ориентироваться с номерами Снилса гораздо сложнее. Одной из причин, которые указало Министерство образования и науки, было то, что в российских городах во многих были такие случаи, когда для того, чтобы пройти на бюджетное место, абитуриент, стоящий ниже по списку, организовывал даже были такие случаи нападения на тех, кто был по списку выше. Последний вступительный экзамен для абитуриентов очной формы бакалавриата пройдет в среду. Прием документов продлится до 29 июля для лиц, поступающих на бюджетной основе, а для контрактников до 29 августа. Хавагагива Магомит Белкиев, Новости 24.